Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс и сегодня я хотел бы записать игру FIFA Mobile. Я в неё играю, но на записи я ни разу этого по сути не делал. Было вначале пару роликов, но это было в начале, а сейчас я решил по сути записать только лишь один ролик. Посмотрим, понравится вам или нет. Плюс сейчас на данный момент 5 минут осталось до конца события, то целая лига. И я хотел бы сейчас заполучить как можно больше золотых, а то возможно и круче персонажей. У меня есть 17 энергии, этого достаточно, чтобы сыграть 4 раза и получить 4 новых игрока. Если за эти 5 минут я успею это сделать, это будет просто восхитительно. Поэтому погнали, не будем терять ни секунды. Первый гол у нас есть, далее смотрим. Я просто хочу посмотреть, какие игроки мне выпадут. Даже не знаю, возможно я не залью этот ролик, но всё-таки записать мне бы его хотелось. Так, и последний гол. Я думаю он будет прям в точку нет неудачи. Неудачи нам сейчас не нужны ни в коем случае. Давай ещё раз. Удар, гол. Всё, отлично. 4 попытки, 3 гола. Всё хорошо. Продолжить. Сразу же жму продолжить. Смотрим, кто нам выпадает. Открыт набор. И здесь будет одна карта с игроком. И у нас это Роберто. Обновить состав. Давайте. У меня вратарь вроде как похуже. И далее. Продолжить. Сразу же жмём. Смотрим, что нам здесь выпадет. И тут у нас... Тотс. Тотс, давай, давай. Нажимаем. Нет. Деверсон. Не особо интересуюсь, если что, ребят, футболом. Мне нравится просто управлять чувачками, которые играют в футбол. Поэтому не обессудьте, если называю игроков неправильно. И тут у нас кто же, кто же, ну же, давай. Какая-то долгая загрузка. Скорее всего, что-то интересное. Есть такие долгие загрузки у вас. Ребят, знайте. Либо у вас обрубился интернет. Либо вы достали что-то интересное. Это лига жетона. Нет. Ну, это на самом деле интересно, но не настолько, насколько хотелось бы мне. Кстати, ещё мы откроем пару пакетов. Я об этом совсем забыл вам сказать. Потому что в честь выхода нового обновления, когда сделали игру более онлайновой, что ли, мне выдали 700 монет. Не монет, не совсем монет, а 700 поинтсов, скажем так. И за эти поинтсы, возможно, я что-нибудь да вытащу. Виктор Санчес выполнен. Обновить состав. Отлично. Дальше. И пока что это всё. Комплектуем полузащиту. Создаём полузащиту с рейтингом 70. Забрать награду. Неплохо. Неплохо. Сейчас я вам покажу вообще в целом, что у меня за персонажи. Бронза. Хорошо. Персонажи. Хорошо сказано. Моя команда. Атака. Как вы видите, здесь есть Рэми, Тотти. Потом остальных я, по сути, не знаю. Ключи какие-то. Возможно, нет. Не буду говорить на всё 100%. КК. Потом Шварценеггер. Я просто не знаю, как правильно он читается. Поэтому говорю не Шварценеггер. По-моему, правильно так. А Шварценеггер. Гораздо легче запоминается. Плюс фильм со Шварценеггером. Я помню. Защита. Вот такая вот. Ну, в защите ничего интересного, на самом деле. Больше всего мне нравится полузащита. Ну, ещё атака. Кое-как. Красные игроки есть. И то хорошо. Так. И я ещё бы раз сыграл. Но, к сожалению, энергии-то мне не хватает. Всего-то две остаётся. И мне не выпало ни одного Тотса. Но ладно. Возможно, они оттуда и не выпадают. За всё время игры, что я играл вот именно в этом испытании, мне события лайф, скажем так, мне ни разу не выпало ни одного Тотса. Поэтому, сами понимаете, что, возможно, я ошибся в этом плане. И давайте перейдём в магазин. Посмотрим, какие наборы здесь можно открыть, которые дешевле. Например, набор отборочных карт. Три предмета отборочных. Пять золотых или более ценных игрока. Могу открыть одну штуку. Супер выгодное предложение, на самом деле. Как мне кажется. Набор позиций. Один жетон, три жетона, один золотой или более ценный игрок. Хм. Ну, давайте тогда сделаем так. В избранном откроем один набор за... 500. Так. Открываем. И смотрим, что нам здесь выпадает. А здесь у нас куча игроков. Первый. Окей. Какой-то непонятный чел. Второй. Пеноранда. Окей. Хасан. Вау. Вау. И... Бебе. Бебе. На самом деле Бебе. Но легче-то сказать Бебе. Так. Ну и давайте обновим состав. Неплохо. Игроки просто супер. Я не ожидал даже таких увидеть. Говно какое-то. Так. Далее. И давайте сейчас зайдем в улучшение. Набор дня с игроком. Давайте откроем. Открыт набор дня. И тут у нас, наверное, суперский игрок. Конечно, суперские нападения. Даже обновить нельзя, потому что у меня игроки круче. Так. Ну и здесь все. Тогда переходим к улучшениям. 200 поинтсов. И что у нас здесь? Открыт набор. Здесь, по-моему, около 5 карточек. Жетон. Синяя звезда. Тренировка. Синяя звезда. ЛФД. Синяя звезда. Тренировка. Синяя звезда. Тренировка. И обновить состав. В общем, как-то так. Супер. Мне понравились игроки на самом деле. Я бы не сказал, что все так уж плохо. Так. Забрать. Отлично. Лучше бомбардир. Лучше бомбардир. Забить 10 голов в любом матче. Ну, давайте попробуем это сделать. Стать, наконец-таки, лучшим бомбардиром. Так. Вся атака. Да. Именно сюда. Играть. Пока что, как вы видите, остается всего-то 4 дня. Я нахожусь на 1.232.216 месте. Неплохо так на самом деле. Окей. Хорошо. Что это за рейтинг-то? 82. В общем, вот такой смайлик я отправлю. Потому что с таким рейтингом играть, это уже понятное дело, что, ну, проигрыш просто. Просто проигрыш. Я даже вперед не смог пробежаться. Потому что все, все ясно было сразу. Все было предначертано еще до игры. Хотя один гол я забил. Но тут сразу же контратака начинается. Вы помните мою защиту, да? И вы помните его защиту. Странно, что я еще отбить смог. Это очень странно. Давай, Шверснайгер, я верю в тебя. Да, я неправильно читал твою фамилию. Но если ты сейчас забьешь гол, то все будет по-иному. Ах, нет. Все-таки вратарь здесь гораздо круче сыграл. Снова контратака. Давай, Сергио Роберто Карлос Е. Блин, вот это он паздал. Ну, видать, чувак даже особо не пытается забивать. За него забивают его же боты. Ну, правильно, я бы поступал так же в виде такой рейтинг. Так, 1-1. Неплохо. Давай, 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 прорывайся. Пробивайся, удар. Ну, блин, вратарь, ну что ж ты делаешь? Зачем ты ловишь эти мечи? Для чего? Тебе платят не за это. Точно за то, чтобы ты стоял на воротах. Так, вот это, да, практически был гол на самом деле. Нет, здесь бессмысленно пробивать главой. Лучше вот такой вот паз Бебе, которого я достал. Недавно и он гол забивает. Отлично. Я его вытащил. И он за это меня отблагодарил. Счет 2-1. По-моему, тот игрок забил на игру на самом деле. Поэтому я думаю, что здесь я все-таки вырусь победителем, если не будет контратаки никакой. Я надеюсь, ее не будет. Нет, отбирай мяч. Нет, контратак. Блин, только не контратак. Он потерял мяч, он потерял мяч. Все хорошо. Давай, китаец, кореец, не помню кто ты. Давай, отлично. Выбивайте мяч. Хорошо, давай, выбивай его отсюда. Отлично, счет 2-1. Вот это я понимаю матч. Так, давай, погнали. Удар. И это гол. Это гол просто не совсем засчитанный. Но все-таки счет 2-1. И это победа. Странно, очень странно. На самом деле я думал, что проиграю. Но ладно, хорошо. Диса решил выйти просто. И подарить мне 7500 фанатов. Вот это я понимаю щедрые люди. Не то, что я играю против некоторых. Они сразу же начинают мне с десяток голов лупить по соперникам. Смотрим, что у нас сейчас попадется. Хорошо. Загрузка ресурсов. Сотка. Так, ну это моя команда. Ну это его команда. Ну в целом... Такое себе, если честно. Приблизительно одинаковое. Все зависит теперь от моих игроков, его игроков и так далее. Лучше бы Шварцнайгера мяч был. Хотя Брайнт этот вот тоже бегает нехило, я вам скажу. Но здесь я просто в руки братарю мяч отдал. Почему бы и нет, думаю. Забирай, мне мяч не нужен. Давай пробивай. Вот это... Вот это гол. Это просто красиво было. Это было просто красиво. Вот так. И просто, и красиво на самом деле. Так, давай удар. И это тоже гол? Я не знаю, что там за кувырок вратарь совершил, но он мне понравился. Это было восхитительно. Мы здесь поймали. Тактика, в принципе. У него, по-моему, на защите Дэвид Луис стоит. Потому что его кучерявую бошку я увижу его отовсюду. Вон он бегает, по-моему. В желтых кроссовках. Так, ладно. Брянт. Тихо, 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 тихо. Дэвид, Дэвид, успокойся. Забей, забей на мою... На мою атаку. Просто забей на нее. Нет. Так. 58 секунд. Это неплохой пас. И что здесь происходит вообще? Почему мяч не у меня? Так. Бебе. Давай, первый раз ты себя неплохо показал. Давай второй. Эх, не совсем. Блин. Кингдом пишет, что он в прорыве каком-то. Сейчас еще гол забьет. Это будет не очень хорошо. Ну, здесь я хотел обхитрить, на самом деле. Уже пытался финн сделать, но не получилось. Так. Вот, видите. Сейчас. Сейчас получилось. Но зачем? Для чего? Блин, зажал меня. Да кому ты? Зачем ты головкой пасты отдавал? Так. Остается 19. Отличный момент. В чем момент-то отличный? В том, что Дэвид Луис мяч отобрал? Отличный момент. Да что ж такое? Забери ты мяч уже наконец-таки у него. Почему Кингдом все время в прорыве находится? Кого он там прорывает вообще? Все, время завершено. Он забил один гол, заметьте. Один гол. Время вышло. Он еще сумеет, возможно, забить один гол. Так. Подождите соперника нужен. Давай, давай. Совсем чуть-чуть остается. Да. Все-таки я победил. Счет 2-1, но мы победу вырвали, поэтому не так уж все плохо. Две победы. Против рейтинга 82 и против рейтинга 70. 74. Чуть не сказал 84. Это было бы вообще шикарно. Но все-таки, все-таки получилось кое-что показать мне. Что я не на самом дне нахожусь. Хотя предыдущий игрок он по сути не играл. Поэтому я и выиграл со счетом 2-1. К тому же мне один гол забили боты. Но это не важно. Забудьте просто об этом. На этом тогда все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.